Как вы в гильтек понимаете, какой продукт пора выпускать? Тут бы я, конечно, сейчас сказала, ну, мы проводим огромное исследование, видим, какие продукты продаются, бежим, конечно же, разрабатывать поскорее такое, чтобы выкатить его на маркетплейсы, но... Потому что если бы мы делали так, наверняка мы бы торговали гелями для душа с запахом лос-черри и ваних табак. На самом деле, очень частый вопрос, который прилетает нам, например, за стеклом, сделайте вот такой продукт. И мы такие думаем, насколько это рентабельно, насколько это реально, насколько мы хотим вот таким образом расширить нашу линейку. Но, скажу по секрету, чаще всего хотим и чаще всего делаем. И таких продуктов, на самом деле, довольно большое количество. Вот мой любимый пример — это гель для нижней трети. Это прям вот чистый запрос от наших потребителей. Сделайте нам горыжок, но для лица. И мы взяли, кстати говоря, и сделали это довольно успешный продукт. А еще мы очень пристально следим за всякими новыми разработками. Мы очень плотно работаем с поставщиками сырья. И когда в мире появляется какой-то новый ингредиент, например, либо там рептилий, либо какой-нибудь экстракт, если это оказано научной эффективностью, мы, конечно же, цепляемся за него, уже придумываем на ходу, какое бы поскорее средство сделать. Вот, например, недавно мы встречались с одним из поставщиков наших сырья. Вот они нам презентовали один любопытный ингредиент. И когда ты слушаешь презентацию, ты уже в своей голове представляешь, какое классное средство могло бы получиться с тем или иным ингредиентом. И запускаешь это, соответственно, в разработку. И мы с разработчиками долго крутим формулы, фантазируем, чтобы из этого могло получиться. И в результате выпускаем классные продукты. Продолжение следует...